МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завершился рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко у Китай. По выниках переговоров лидеров Беларуси и Китая стало вядомо, что краины усталевывают безвизовый режим. У целым пакет погоднений, досягнутых у Тиндау, беларуским боком оценивается у полтора миллиарда долларов. Сярод беларуских инициатив форуму и створение АйТи-экосистемы организации, яка объединяет максимумы электронных СМИ, социальных сеток и электронного гандлю. Тым часом у Гомеля и сегодня распространялся беларуско-китайский навыково-технический семинар. Сустреша организована на базе Дзерж-Университета имя Франциска Скарыны. На парадку дня – обмеркование первых выникал реализации проектов двубаковых супрацовництва. На форуме своей напрацовки представляют гомельские навыковцы и доследчики трех китайских ВНУ. А кроме презентации работ, тут так само проходят обмеркование их коммерциализации и максимумы использования на промысловых предприемствах Беларуси и Китая. Практика двубакового супрацовництва наладжена уже давно. В 2014 году на базе Нанкинского университета навыки и технологии была открыта беларуско-китайская лаборатория по вакуумно-плазменных технологиях. Годом поздней аналогичную суместную лабораторию створили у ГДУ имя Франциска Скарыны. У арсенале навыковцев с Гомеля и коллег из китайских ВНУ есть несколько распроцовок, которые уже сегодня укореняются в сирийную творчость. У их лику вакуумная технология нанесения антибактерийных покрытий на медицинские выробы. Литерально некольки дзен тому навыковцы из ГДУ вернулись из международной лаборатории, что у Китая. Там яны демонстровали свои новые напрацовки. Замежные коллеги оценили работу по вартости. Работа была связана с проведением исследований в области упрощения поверхности с помощью вакуумных плазменных методов. По итогу, я думаю, что будем скоро заключать очередной контракт на изготовление, разработку оборудования. У рамках семинара будет проходить и практичная частка. Китайские коллеги смогут попрацовать у лабораториях на факультете физики и информационных технологий Гомельского университета. По информации Управления спорта и туризма Гомельского облаканкама, 25 предприемств в 13 районах в области мают всю необходимую материально-техническую базу для обслуживания промыслового туризма. В прошлом году их наведали больше 8,5 тысяч человек. Разом с тем, промысловым туризмом сейчас начинают заниматься и другие предприемства региона. Олег Сентяров подчинялся, что стремливает этот процесс и какие плюсы можно отримать от приема экскурсий. В акционерном товаристве в Спартаке, где освоение новой продукции, особную линейку, теперь тут складывают так называемые диабетические вырубы без утримания цукру. В уголе сегодня на предприемстве есть возможность выпускать больше 300 видов разностраненной продукции. С начала мая этого года с процессом творчества может ознакомиться любой ожидающий, правда только в складе организованных экскурсийных групп. На некие значные финансовые прибытки на фабрисы не различивают. На данном этапе промысловый туризм, перш за всем махчимость рекламы продукции и отримание информации об ее реальной запотребованности. Нам это позволяет популяризировать нашу продукцию и активно продвигать ее, особенно на инки, которые мы запускаем на производстве. Мы делаем анализ на основании дегустации. То есть группы у нас от 20 до 40 человек в определенное время, с 11 до часа. Мы выбрали определенный маршрут, который не мешает основному производству. Персонал работает по своей схеме, а посещающие одевают специальную одежду и идут отработанными маршрутами. На некоторых предприемствах все не выказывается на мер. Знайомысь с вытворностью официйные делегации, которые наведуют регион, что в перспективе может привести до поширения рынка в сбыту. Еще один плюс – правоориентационная работа с наученцами школ, лицеев и гимназий. Свою нишу нашли на Гомесском тушекомбинате, где начали примать группы студентов местовых ВНУ. За стенами Гомесского тушевого комбината шмот интересного. А сразу, когда проходной, помни к Ленину, напомнил самый старый в городе, и он был пободован еще в 1940-м годе, поспехово пережил оккупацию под час великой чины, и в таком добром стане заховался до нашего часа. Бодай головный перешкод для развития такого вида туризма на предприемствах хорошей промысловости, обмежевание по санитарных нормах. Навет на участках, где вырабляется мыло, необходимо заховывать достаточно строгие правила. У вогули, зараз самым запотребованным сярутоматором промыслового туризма на Гомесске заявляется Турусский молочный комбинат. Нет, я его наведали. Больше 40% от агульной колькости туристов. Прикладно по 4 экскурсии у день, принимают на БМЗ. Прамысловый туризм на Гомесске робит пешие кроки. Тоже рассматриваем такой вопрос. Есть у нас разработанная схема движения наших гостей, студентов по территории. В какие цехи можно заходить, что показывать. Олег Синтеров, Йоген Макейенко, телерадокомпания «Гомель». На передо дни на досвитку, около 9 тысяч выпускников региона развитались со школой. Урочистости пройшли во усих установах середней адукации в области. У 13 районах выпускные провели на центральных площах буйных городов. На одном из таких мероприемствах побывала и наша здимечная бригада. Только вчера я не сдаля опошенные выпускные экзамены в родной школе. А уже у авторок их шукают первые выпробования централизованного тестирования. На развитание со школы отведено всего несколько дней. И выпускники используются этой махчимостью отпочиться своими школьными сябрами, подяковать за всю наставникам и узгадать приемные моменты бестурботного часу. Для отрасли образования Гомельской области 2017-2018 учебный год был достаточно успешным. Мы в очередной раз подтверждали хорошее качество знаний наших школьников. Я хочу поблагодарить наших педагогов за такую плодотворную работу, прекрасные результаты. Сказать спасибо большое родителям за поддержку, понимание и то, что они делают для своих детей ради будущего. 36 выпускников средней школы, можно сказать, уже являются студентами высших учебных заведений, они являются победителями республиканских предметных олимпиад. Удобрыши у шанования 11-классников вы решили провести на центральной площади города. Тут собрались и батьки, и близкие выпускников, и их наставники, и кировнисты школ и гимназий. Юнаки опрынули костюмы, девчины пригожают сукенки, усе, як того потребует бальный этикет. У программе парад выпускников, уручение золотых медалев и атестатов выдатникам в учебы, а так само подяки кветки и их батькам. Наприконце парад вальсов. Треба означать, что у Добрыши выхвали пять медалистов, среди которых у сего одна девчина, остатние хлопцы. На сцене их витают с гучными аплодисментами небы эстрадных зорок. Саправды, такими одноклассниками не Эльга, не Ганарыца. Атестаты усим остатним будут уручены крыху позднее у стенах школы на особном выпускном вечере. И неважно, кто и у яких обставинах передает себе посвечение об заканчении середней школы головные, як им распородиться. Поступать буду в институт имени Сухова, буду инженером промышленных предприятий, ну, хочу стать. Собираюсь поступать в университет, Белорусский государственный университет информатики и радиотехники. Хочу стать в будущем экономистом, программистом и заниматься своим делом. Собираюсь поступать на тренера по баскетболу, потому что, ну, хочу учить детей баскетболу. Я на начальной классу учителем. Хочу заниматься спортом, связать свою жизнь с волейболом. Выпускный бай завершается на досвитку. Ее символично ставить кропку в шматгадовом научальном марафоне с усими уроками и перепынками, контрольными работами и домашними заданиями. Напереде дорослое житё и новая ступень отказности за свою будущую. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомельс Добруша». А завтра выпускнику чекает централизованное тестирование. Первый предмет, по якому пройдут испыты, белорусская мова. Как и летость, сдать ЦТ можно по четырех предметах. А пошний тест пройдет 2-го лепеня по сусветной истории. Початок у 11 годин. Нагадаем, что увеличилась минимальная количество баллов, которую необходимо набрать по профильных предметах. Для физики, химии, математики и биологии – 20, а по гуманитарных дисциплинах – 25. Для тех, кто по важливой причине не смог пройти ЦТ, предугледжены резервовые дни. Сёня «Гомель» распачал працу профильный оздоровленчий лагерь для лидеров вычневского самокирования. Урочистая церемония его открытия разгорнулася у стенах областного палаца творчості дятей и молодзи. Штогадовый лагерь объединял самых активных и инициативных девчатых хлопцев – лидеров районных советов старшоклассников. Организаторы подрактовали для активистов насыщенную девятиденную программу. Запланованы сустречы с представниками улады и вядомыми особами региона. Наведвание областного телебачення, доброчинные акции у больницах и дитячих домах и розные іншые мероприемства. Сё литогаловный акцентр зробленный на молодзьевой инициативы, накераванная на развитие своей малой родимы. Лидеры вычневского самокеравания обмеркують актуальные тематичные проекты и пасправують знайсти шляхи их реализации у своим районе. Агаловное повертание дадому яны пасправують зарабить усе махшимое, капунести свой уклад у развития и доброго порадкования родного краю. Я хочу сказать, что недавно состоялся республиканский конкурс, и там очень много было проектов, причём от представителей Гомельской области, которые были реализованы в рамках года малой родины. Патриот на миллион игра есть, где изучается история. Кроме того, девочка разработала проект мини-парк для выгула собак. Они добились того, что им видели место, они его благоустроили. То есть это их маленький вклад для своей малой родины. У Беларуси с доброченной миссией прибыли волонтёры Международного фонду больничных клоунов. У нашей краине яны будут знаходиться до конца месяца. Головная мета замежных гостей на вычанне клоуна терапии волонтёров и супрацовников белорусского товарыства «Червоного крыжа». А так само работников установ аховы здоровья. Сегодня познавальные майстер-классы у дельники Международного фонду больничных клоунов ладили у Гомели. На их запросили волонтёров областной организации белорусского товарыства «Червоного крыжа». Падчас мероприемства гости делились опытом, які в будущем допоможат эффективно проводить реабилитацию детей у медустановых методами арт-терапии, клоуна терапии и гульня терапии. Гэта новая накерунки, при допомозе яких есть уникальная махшимость на психологичном и нават физиологичном узровне полепшить стан пациента падчас лечения. Босмех стимулюет деянность иммунной и нервовой системы, да помогает вздымать стресс. До того ж бадёры и оптимистично настроенный человек худшей идти на поправку. Тематичные тренинги, семинары и майстер-классы от волонтёров Международного фонду больничных клоунов у Гомели протягнутся и далее. А кроме того, яны так сама плануюць сустрэцца с детьми, які знаходяться на леченні у стационарах медустанов областного центра. Мы себя не называем терапевтами, мы в первую очередь люди творческие, мы артисты. И у нас основная цель, поскольку дети находятся в больнице, они всё время находятся в установке, где от них что-то требуется. Это правила неприятные, это разные неприятные процедуры, лекарства. И мы в первую очередь хотим позаботиться о детях для того, чтобы им было более комфортно хотя бы пять минут вот этого погружения в мир юмора, в мир фантазии, для того, чтобы они получили дозу положительных эмоций, что для них в этот момент очень важно. Ребята приехали на три недели в Беларусь, они посетят Гомельскую область, Минскую и Витебскую. На этой неделе запланировано посещение как больниц, так и детских учреждений специализированных. Совместно с волонтёрами Красного Креста завтра планируется на улице Жарковского детская областная клиническая больница, то есть там будут уже мастер-классы и для представителей персонала больницы и для детей. Музей живой истории под открытым небом у Гомеля отбылась реконструкция походного лагера конца 14-го стагодзя. И она проходила на территории ГДУ имя Франциска Скарыны. Агульными силами выкладчиков установы и аматоров истории из разных городов Беларуси был целиком узновленный середневечный быт, оденни и рыцарские поединки. У атмосферу минулого окунулся и Дмитрий Котов. Это рыцарский поединок заразумело постановочный, однако сделано все на самом высоком узровне. Одразу считается, что это реальная битва, которая нагадывает сцену с исторического блокбастера. У нас отработаны определенные элементы. Мы все-таки достаточно давно друг друга знаем, не первый раз сражаемся, на многих фестивалях вместе были. У нас есть какой-то общий сценарий, допустим, кто-то защищается, кто-то атакует или там захват знамени или что-нибудь такое. А уже конкретно именно эти боевые элементы это уже как получится, кто как умеет. Историчные реконструкции на территории университета имя Франциска Скарыны проходят с некоторых годов запор. С часом янына были веализмой популярности роднасельництва. Жадающих поглядеть на походный лагерь конца 14-го стагодия вельми шмат. Все лето тематика историчной реконструкции крыху изменилась. Ранее узнавлялись о подеях Грюнольдской битвы. Зараз вы решили свернуться до мясцовых подей, связанных непосредственно с Гомелем. Нашли тут одно интересное такое событие. В 1399 году было объединенное войско. Оно состояло и из западноевропейских рыцарей, и из местных уроженцев от воинов Великого княжества литовского. Все они шли воевать с монголо-татарами. Была такая битва на реке Ворскли. И вот как раз они проходили через Гомель. И вот здесь мы собственно и показываем такой походный лагерь западноевропейских рыцарей, которые вот идут на место сбора войск. Музей живой истории имел некольки тематичных блоков. Можно было поглядеть на приготовление средневечной ежи и навод поспробовать ее. Доведаться, как выглядав шатер и какое оденье было у рыцарев и жанчин того часу. До речи треба значить, что 80% усяго реквизиту сделано удельниками исторической реконструкции. А кроме того, проведению мероприемства попередничая вялизная навуковая праца. Внешне кажется, что это только костюмы тут оделись, подрались на мячах. На самом деле это очень глубокий пласт изучения именно самой истории. Чтобы пошить костюм, ты должен знать, с каких тканей ты можешь пошить. Если ты знаешь свой социальный крой, потому что у меня это платье, оно определенного кроя, которое нельзя шить. Допустим, платье для крестьянки. Оно просто не допускается. Поэтому очень много таких нюансов, которые нужно изучить еще до пошива костюма и до приезда на фестиваль. У реконструкции удельничают не только выкладчики, а и представники самых розных профессий, для которых подобная справа стала часткой житян. Про такие узнавления им удается подтримливать цикавость и у молодости до истории родной земли. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В выходные два пожара накалили градус работы спасателей Гомельской области. Но действовали огнеборцы профессионально и спасли двух человек. В Кармянском районе из-за возгорания в квартире трехэтажки на первом этаже было эвакуировано 25 человек. Когда спасатели проникли в задымленную комнату, то на кровати в бессознательном состоянии обнаружили хозяйку. Женщину срочно госпитализировали и, как оказалось, это спасло ей жизнь. Несмотря на сильное отравление продуктами горения, состояние пациентки сейчас стабильное. Причина пожара неосторожное обращение с огнем. Все, как под копирку, случилось и в Калинковичах. При аналогичных обстоятельствах пожара был спасен местный пенсионер. Мужчину вытащили в бессознательном состоянии из горящего жилого деревянного дома. Огнем поврежден диван, на котором нашли пенсионера, постельные принадлежности и мебель в комнате. В текущем году на территории Гомельской области произошло 283 пожара, на которых погибло 17 человек. Несмотря на то, что на территории нашего региона сохраняется устойчивая тенденция к снижению пожаров и гибели людей, можно отметить, что неосторожное обращение с огнем занимает лидирующую позицию среди всех причин, по которым происходит возгорание. В минувшие выходные было зафиксировано немало дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, семерым понадобилась медицинская помощь. 19-летний юноша скончался под Светлогорском, совершив на своем мопеде столкновение с автомобилем МАЗ. Больший груз стоял на обочине трассы и бесправный водитель скорее всего его просто не заметил. А это Гомель ДТП на Лазурной улице. Водитель Субару не предоставил преимущества в движении мотоциклу Хонда. В итоге байк буквально впечатался в переднюю часть легковушки. Оба транспортных средства получили повреждения. Мотоциклист в травматологии. Без вмешательства медиков не обошлось и ДТП на проспекте космонавтов. Все тот же сценарий. Владелец Форда проморгал встречный транспорт, когда поворачивал налево. Иномарки разбиты обоим водителям оказали помощь в больнице. Браконьеров стали задерживать чаще отмечают сотрудники природоохраны. За эти выходные сразу три факта незаконного рыболовства. Так, вблизи Рогачева сотрудниками Жлобинской межроинспекции охраны животного растительного мира были задержаны двое жителей райцентра. Мужчины выловили сетью 13 килограммов озерно-речной рыбы. За применение запрещенных орудий рыболовства сотрудники природоохраны наказывают строго. К солидным штрафам нередко прибавляется уголовная ответственность. Вред, причиненный окружающей на место была вызвана следственная оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь Четырегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Белграде завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каное. В составе спортивной делегации нашей страны были 11 спортсменов из Гомельской области. Представители нашего региона выступили очень достойно, что позволило пополнить копилку нашей сборной несколькими медалями, в том числе и высшие пробы. В каное одиночки на 500 метрах золота на счету Елены Ноздревой. Первыми к финишу пришли также Роман Петрушенко и Илья Федоренко на дистанции 1000 метров в составе байдарки четверки. Также на счету гомельчан три серебряные медали. В байдарке одиночки отличилась Ольга Худенко в каное двойке Елена Ноздрева и Камила Бобр, а в байдарке четверки на 500 метрах второе место у Алины Свиты, Марины Литвинчук, Надежды Лепешко и Ольги Худенко. А в Гомеле завершился чемпионат и первенство области по гребле на байдарках и Каное. На трех дистанциях 200-500 и тысяча метров были разыграны 44 комплекта наград. Участие принимали 210 спортсменов, они были разбиты на 8 команд. Некоторые спортсмены выступали исключительно в личном зачете. В чемпионате призовые места распределились следующим образом. Бронза у Светлогорска, серебро у Рогачева, а победителями стали традиционно сильнейшие в регионе мазыряне. Они же лучшие и в первенстве. Гомель и Рогачев заняли второе и третье место соответственно. Судьи отмечают, что участники продолжают демонстрировать высокое мастерство. Интерес к гребле с годами тоже не падает. Напротив, этот вид спорта становится все более популярным среди населения. Кроме этого растет и уровень организации соревнований. Сказать о канале, что он все-таки приходит в соответствие по сравнению с тем, что было раньше, особенно сегодня порадовало. усиление звука, в общем, оформление канала. Зрители приходят к нам. Я думаю, что популярность нашего вида спорта, она не случайна. Во-первых, вы знаете традиции сильной гомельской гребли. Ну и молодежь к нам идет с удовольствием. На выходных прошел 10-й тур чемпионата страны по футболу среди команд первой лиги. Славия добилась очередной виктории, уверенно обыграв в областном дерби Юа Житковичи 2-0. Еще два представителя нашего региона свои поединки завершили в ничью. Гомельский локомотив разошелся миром с Микошевичским гранитом 1-1, а матч Светлогорского химика с Новополоцким нафтаном завершился со счетом 2-2. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.